Продолжение следует... 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 Мы же должны понимать, что мы, врачи, готовим не лично для университета. Впрочем, есть надежда, что дурной пример не станет заразительным. В большинстве клиник выгоды от сотрудничества считают не в рублях. Например, в больнице имени Пирогова врачи и профессура вместе смогли эффективно бороться с панкреатитом. Острый панкреатит – это бич-хирургия во всем мире, от нее самая высокая смертность – это воспаление поджелудочной железы. Смертность снизилась в 2-2,5 раза. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время. Оренбургским врачам действительно удается осваивать передовые технологии. Эта неделя стала знаковой для региональной медицины. Сразу несколько уникальных операций было сделано в Оренбурге. К примеру, хирурги 4-й городской больницы теперь могут без проблем восстановить почти отсеченную кисть руки. А в центре трансплантации на базе 1-й городской больницы сразу двум пациентам пересадили почки от умерших доноров. Раньше подобных операций в Оренбургской области не делали. О новых возможностях Екатерина Волкова. Сейчас себя чувствую совсем отлично, как младенец. Самат Удербаев считает, что оренбургские врачи подарили ему вторую жизнь. Шестичасовая операция по пересадке почки от погибшего донора прошла успешно. Теперь главное, чтобы чужой орган прижился. Но пациент уверен, что все будет хорошо. Ведь жизнь до операции для Самата была лишь мучением. Когда отказали родные почки, пришлось регулярно подключаться к искусственной. То есть быть постоянно на гемодиализе. Теперь жуткие боли в прошлом. Удербаев уже мечтает побыстрее попасть домой. Родственники приезжали уже, проведывали, обрадовались. Все хорошо. Раньше в Оренбурге такие операции не проводились. Пациентов направляли в другие регионы. Между тем, потребность в хирургическом вмешательстве очень высокая. В области более 300 человек живут только за счет гемодиализа. За последние годы по смертности заболевание почек вышло на третье место. Пациентологические заболевания, сердечно-сосудистых. Врачи говорят, что теперь такие вмешательства они могут делать хоть каждый день. Только есть одно «но». Доноров найти не так-то просто. Ожидать почку больному приходится порой в среднем 5-6 лет. Сейчас в очереди на операцию 30 человек. Пересадка почки от родственников не всегда подходит. Есть много противопоказаний. Поэтому, как считают специалисты, надо развивать донорскую трансплантацию почки от погибших людей. В год на пациентном диализе, то есть на дотрансплантационном этапе, порядка 1,4 млн. рублей выделяется. Первый год трансплантации отходится примерно столько же. Все последующие года 150-200 тысяч рублей. Посчитайте за 10 лет, какая экономия бюджета. Первую операцию по пересадке неродственной почки в центре трансплантации провели еще в прошлом году. Тогда орган погибшего донора пересадили 25-летнему жителю области. Сейчас он находится дома и наблюдается у врачей по месту жительства. По словам медиков, все его анализы соответствуют нормам здорового человека. Сейчас в планах хирургов развивать еще одно направление трансплантации. Возможно, уже в ближайшее время в Оренбурге начнут делать операции по пересадке печени. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время. В Оренбургской области вторые сутки ищут пропавшего мужчину. Последний раз 46-летнего Рамиля Исмогилова видели 23 января около двух часов дня в районе торгового дома «Восход». По имеющейся у полицейских информации, он проходил мимо парковки и клуба «Пятый сезон», а затем в районе магазина «Силуэт» сел в неизвестный автомобиль. С тех пор мужчина не выходит на связь. Пропавший был одет в баллоневый пуховик, черную баллоневую кепку и старые спортивные брюки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Рамиля Исмогилова, просит сообщать в полицию. Номера сейчас на экране. По факту гибели многодетной семьи на пожаре в Играчевском районе, региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. Напомню, на этой неделе Оренбужье потрясла жуткая трагедия. В огне в жилом доме сгорели пять человек. Муж с женой и трое детей. 11-летняя девочка, 10-летний и 4-летний мальчики. Семья Спиридоновых жила в старом саманном доме. Во время пожара произошло обрушение кровли. Ветхое жилье сгорело полностью. Как сообщили спасатели, огонь вспыхнул глубокой ночью. Никто из членов семьи даже не успел проснуться. Все погибшие отравились угарным газом. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Точную причину сейчас устанавливают эксперты. На месте трагедии побывали губернатор Юрий Берг и начальник регионального управления МЧС Петр Иванов. Отмечу, что меньше чем за месяц в Оренбургской области произошло 114 пожаров, в которых погибли 20 человек и травмированы пятеро. До сих пор среди погибших детей не было. Трагедии в Грачевском районе открыло печальную статистику Нового года. Еще одной трагедии удалось избежать с чудом. Пожар едва не случился в поселке Переволодский. Причем во время ЧП две девочки 8 и 4 лет оказались одни в запертом доме. Где были в этот момент родители и как удалось спастись, знает Юрий Мишинин. А мамка у вас где? В больницу. Болеет? Да. Это сейчас Павел Лебеденко держит свою дочь Вику на коленях. А в тот вечер он подкинул в печь угля, прижал дверцу деревянной палкой и ушел из дома. Вика и старшая сестра Владислава остались совсем одни. Когда задымилась закрывавшая печную дверцу плашка, ее попытались залить водой и начали звонить отцу. Только вот в телефоне не было сим-карты, а потому звонок автоматически был перенаправлен в службу МЧС. Папа, приедете домой, я воню. А где ты живешь? Советская 3 и 4. Она звонила не пожарно, она так и думала, что она разговаривает с папой. Даже когда начальник караула прибыл, она там говорила, сейчас папа приедет. Пожарные расчеты выехали сразу по нескольким направлениям. Ведь улица Советская есть в каждой деревне. Но выяснилось тревожный адрес в районном центре в поселке Переволодский. Ко входу подошел, слышу дети, маленькие дети, и плачут. Помогите, я говорю. А вас же закрыли на замок. Это нас папа закрыл, мы сейчас вам подадим ключ. Ну, дверь не плотно закрывается, деревенские дома. Они подсунули ключ по двери, открыл, зашел. Ну, в комнате было задымление. Дышать, в принципе, можно было. Но опасно было, что там тряпок всевозможных висело над голландкой много. В общем, благодаря смышленой девочке обошлось без жертв. Восьмилетнюю Владу наградили, а вот ее отца, скорее всего, накажут. Впрочем, штраф за нарушение правил безопасности эксплуатации отопительной печи – это меньшее, что могло случиться в этой семье. Юрий Мишинин при содействии пресс-службы МЧС Оренбургской области. Цены под контроль. На неделе прокуратура области начала масштабную проверку торговых сетей. Связана она с необузданным ростом цен на продукты питания. По данным правоохранителей, стоимость некоторых видов продовольствия за последние месяцы выросла на 150%. Сотрудники прокуратуры проверят такие магазины, как «Полушка», «Лента», «Ринг», «Соседушка» и «Магнит». Мы обращаем внимание на образование цен на важные социальные продукты питания, такие как молоко, сыр, мясо, мясо птицы, яйцо, картофель, капуста белокочанная. Нужно сказать, что обращаем внимание именно на обычную упаковку, не на элитные товары, а именно те, которые пользуются повседневным спросом у населения. Предварительные итоги проверки будут известны уже на следующей неделе. Правда, как накажут ритейлеров, если будет установлено необоснованное завышение цен, в прокуратуре пока не поясняют. Тем не менее, стоимость продуктов продолжает расти, об этом на неделе заявили в администрации Оренбурга. Причина – увеличение цен на продовольствие у поставщиков. Выросла стоимость мяса, вероятнее всего, вскоре подорожают и хлебобулочные изделия. Ведь цена на зерно увеличилась почти вдвое. Так что производители муки и хлеба просто не смогут сдерживать цены на прежнем уровне. «Первый хлебопродукт – наиболее мощный потребитель зерна. До марта я купил по нормальной цене, а сейчас покупаю по 11 400, потому что я не знаю, что после марта делать мне. То есть о чем говорит? Он же не будет продавать муку уже дешевле. Вы же понимаете, да? То есть он перемолол, извините, зерно, которое он купил в два раза дороже. Соответственно, мука у него тоже вырастет цене, но не в два раза, может, там чуть поменьше, неважно. Дальше что из муки делают? Совершенно верно. 27-30% в стоимостном выражении в хлебе сидит мука. Ну вот и все. Не хочется это говорить, но у меня тревожное чувство, что мы на полках еще не видели тех цен, которые возможны. Кстати, оренбургские женщины не торопятся рожать детей. Фонд социального страхования России озвучил средний возраст оренбургских мам. Оказалось, что за первым чадом наши дамы отправляются сегодня примерно в 28. Лет 15 назад таким женщинам даже на медицинских карточках писали старородящие. Сегодня, к счастью, скулапы обидных ярлыков не развешивают, но и не устают удивляться смелости прекрасного пола. В прошлом году, к примеру, оренбурженка впервые стала мамой в 54 года. Так по каким причинам жительницы нашего региона медлят с материнством и так ли это опасно, Екатерина Киселева выясняла. Это полотенце для моего ребенка, это подгузники, на всякий случай царапки. До встречи с малышом еще недели четыре, а у этой мамочки уже все по полочкам разложено. Наталья девушка зрелая, ей 30, она привыкла к грамотному планированию главных событий своей жизни. Для меня самое главное было закончить институт в начале, а потом уже думать о семье, о ребенке. Закончил первый институт, закончил второй институт, сложилось все с работой. На работе нашла и мужа. Дальше началась продолжительная подготовка сначала к созданию, потом к рождению дитя. Ее система планирования дала сбой только один раз. Наташа грезила дочкой, а получился сын. Про риски она, конечно, слышала, но ей было важно подготовиться к материнству морально. Одно смущает. Мне самой смешно становится уже о том, что когда, говорит, пойдешь на родительское собрание, что за бабушка это пришла. Медики, которые чудо рождения наблюдают каждый божий день, спешат возразить. Наталью едва ли кто засмеет, ведь сегодня средний возраст оренбургских мамочек 26-27 лет. Да мы перестали стремиться рожать до 20-ти. Такая мода бушевала в регионе в начале 2000-х. И это не единственная тенденция. Мне редко стало 15 лет, между детьми 15-20 лет. То есть вот женщины в возрасте стало достаточно много, 40 и даже чуть за 40, которые решили стать мамочками. Полине сегодня исполнилось ровно три дня. Мама не побоялась явить ее свету в 48, когда старшей дочке стукнуло 26. Перерыв у меня очень большой, наверное. Редкость такая. Решили, сможем второго ребенка завести. Родилась хорошая на 3860, 55 сантиметров. Вот уже головку начали держать. К счастью, сегодня на таких мамочек перестали навешивать ярлыки старородящие или поздние, хотя наблюдают за ними пристально. Есть некая граница в 37-38 лет, за которой увеличивается, повышается вероятность рожденных пороков развития. Но опять это не противопоказания. Но и диагнозов, не позволяющих стать мамой вовремя, у женщин нашего региона хватает. В Оренбургской области около 50 тысяч бесплодных супружеских пар. Какие хорошие детки у нас вырастут из этих эмбриончиков. На экране самое невероятное таинство, существующее в природе. Зарождение человеческой жизни. Ее первые часы. Встречу яйцеклетки и сперматозоиды срежиссировали люди в белых халатах. Только в этот Центр охраны здоровья, семьи и репродукции в год за таким чудом обращаются больше 3000 пар с общим диагнозом бесплодия и разными причинами, которые к нему привели. От инфекций до неверно подобранных контрацептивов. Это чаще всего какие-то вялотекущие воспалительные процессы. Это эндометриоз, который все больше и больше выставляется у наших пациентов. Это заболевания других органов и систем. Это наши эмоции, которые на протяжении жизни также влияют на центральную регуляцию репродуктивной функции женщины. При таком раскладе даже чудодейственное ЭКО чудом заканчивается далеко не всегда. Только каждый третий паре АИС прилетит после первой попытки. К Юлии Абдульмановой, правда, после долгого перерыва прилетел и без онной. И она точно знает, почему. Надо очень ходить, молиться, просить, как вот следует. И оно получится. Екатерина Киселева, Дмитрий Примачек. Наше время. Время нашей воскресной рубрики попали в сеть. Что на неделе обсуждали в интернете, знает Иван Бер и уже готов поделиться. Да, Юлия, сегодняшний выпуск пополнился очередными интернет-новинками. О самых интересных видеороликах прямо сейчас. 30 тысяч горожан окунулись в крещенские купели. Православные начали собираться у центральной площади на набережной Урала с 8 часов вечера. Уже к полуночи на подходах купели было буквально не пройти. Многие из тех, кто спускался к купели на набережной, рассказывали, что пришли сюда сразу после церковной службы. Ощущения непередаваемые. Каждый год купаюсь, не нарушаю традиции. Всей семьей ходим. С женой и дочерью. Еще и на службу в храм перед купанием в проруби. Вынесли банкомат на себе. На минувшей неделе камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодые люди зашли в один из банков Оренбурга и вынесли на себе банкомат. Однако входная дверь никак не хотела выпускать их наружу, и налетчикам изрядно пришлось постараться, чтобы вынести нелегкую, но прибыльную ношу. Терминал преступники погрузили в багажник авто, а вот уехать с ценной добычей не успели. Автомобиль с банкоматом был перехвачен полицейскими. Сумма ущерба от действий нарушителей составила порядка 600 тысяч рублей. Хотели как лучше, а получилось как всегда. И чем только думали. Там же камеры везде понатыканы. Они и одного квартала не смогли бы проехать. И напоследок видео необычного мужского трио, которое не перестает собирать десятки тысяч просмотров в сети. Водитель авто, судя по видеоролику, любит коротать время в дороге, напевая любимые песни. И похоже, его вкусы разделяет его собственная собака, которая охотно ему подпевает. На этом пока все. Очередные видеоролики, покорившие интернет-пространство, мы обязательно покажем в следующее воскресенье в рубрике «Попали в сеть». Спасибо, Иван. Будем ждать других интернет-новинок. 68 тысяч оренбургских студентов сегодня отмечают свой праздник. Татьянин день. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, первого в России. Утром, по традиции, в храме часовни при ОГУ отслужили праздничный молебен. Пришедшие просили Господа о здоровье для всех учащихся, а также вспоминали великомученицу Татьяну. Именно ее считают покровительницей всех студентов. Тем временем студентам сейчас не до праздника. В учебных учреждениях вовсю идут сессии, и оренбургская молодежь проводит время буквально в обнимку с учебниками. Особенно нелегко приходится иностранным студентам. К слову, в Оренбурге обучаются молодые люди из 19 стран мира. Как проходит их учеба и какие они получают оценки, накануне праздника решила узнать Ольга Патышева. Что это? Это элладо. По-русски говори. Но слово мороженое по-русски Крисанта сказать пока не может. С трудом студенту из экваториальной Гвинеи дается наш сложный язык. За несколько месяцев в России он научился считать до 20 и читать по слогам. До изучения профессии еще далеко. Хитратис АЭ. Зачетная книжка, я была все зачетно здесь. А я тоже оценка все хорошо на экзаменах. А вот индонезийка Интан на неделе закрыла первую сессию. В отличие от Крисанта, она в Оренбурге уже несколько лет. Не к 10, а к 5 бальной системе оценок привыкла быстро. Но с языком, усердной студентке, тоже было сложно. Окончание тоже тяжело, грамматика тоже тяжело. И тоже как мужской род, женский род, средний род у нас нет. Интонезийский язык нет. Оренбург оказался ближе, чем представлял Давид. Но все равно далеко от родной демократической республики Конго. Настолько, что парень и не представлял, что бывает так холодно. Но друзья из России быстро рассказали иностранцу, что к чему. В Оренбурге учатся студенты из 19 стран мира. И все проходят через подготовительные уроки языка Розы Борисовны. У преподавателя особый статус – международная мама. Я с ними все. Я от подключения к сотовой связи, проблемы с питанием, проблемы с транспортом. Туан четыре года назад приехал из Туркменистана. За это время здесь освоился и помогает это сделать другим. На нем и экскурсии для новичков, и азы российского законодательства. Два нарушения, все вот как бы выдворение из страны получается. Это все мы досконально, прям повторяем, объясняем каждый раз. С российскими студентами они учатся вместе. У них одни и те же предметы, а потом и экзамены. В обычной жизни они также ходят по клубам и отмечают праздники. В том числе и День студента. Но как рвутся к знаниям, иностранцы нашим ставят в пример. Пусть и не все им пока удается. Русских классиков еще читают с трудом. Скажи, дядя, види, не даром, Москва, спальняем пожаром. Французский отдал. Гопатрушев, Константин Воробьев. Наше время. В борьбе за природу. Газовики подвели итоги экологической работы. В минувшем году общество «Газпромдобыча Оренбург» провело более 600 мероприятий по улучшению и восстановлению экологии Оренбуржья. Среди них посадка деревьев, уборка мусора и обустройство родников. О проделанной работе Иван Бер. Запланировали 236 экологических мероприятий, а получилось в три раза больше. На сегодняшний день общество «Газпромдобыча Оренбург» – лидер экологической культуры. На торжественной церемонии в Москве оренбургские газовики были удостоены национальной премии имени Вернацкого. Нынче мы участвовали в «Роспромэко» выставке, куда приглашали нас из Совета Федерации. «Газпром» участвовал в этой выставке. В результате из Совета Федерации было благодарственное письмо нашему губернатору о том, что наша выставка, наша экспозиция была, собственно, самой лучшей. Благодаря своевременному выявлению аварийных ситуаций, общество повысило защищенность и безопасность трубопроводной системы для окружающей среды. Кроме того, газовиками было высажено более 9 тысяч саженцев, ели, сосны, липы, тополя, березы и многих других деревьев. А также вывезено более 90 тонн мусора и обустроено 22 родника на территории Оренбургской области. «Главная задача – это именно то, чтобы мы берегли природу. Мы сегодня заботились о том, чтобы была гармония между нашим производством и той природной святой, в которой мы находимся. И чтобы животный мир и растительный мир нас радовал, чтобы эта жизнь продолжалась». Более того, в обществе был проведен конкурс фоторабот, посвященный Году экологической культуры и 75-летию отрасли фотоохота в Оренбуржье, в котором приняли участие все желающие работники Оренбургского Газпрома. Лучшие работы были отмечены грамотами и ценными подарками. «Когда объявили конкурс, начали искать фотографии. Оказывается, очень много чисто случайно сделанных. Путешествуешь либо около дома, на даче. Где-то всегда есть что сфотографировать. Главное – подметить вовремя». За минувший год обществом проведено 616 экологических мероприятий, на которые было затрачено почти 17 миллионов рублей. Однако на достигнутом газовики останавливаться не желают и готовы к новым положительным результатам. Иван Берг, Дмитрий Примачек. Наше время. Время спортивных новостей, за которыми внимательно следит наш обозреватель Сергей Тыщенко. У него все самое свежее из мира спорта. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. В полуфинале Оренбуржский факел «Газпрома» вышел в следующий раунд Лиги Европейских чемпионов по настольному теннису. В четвертьфинале российский клуб сломил сопротивление немецкого Сара Брюкина. Оба поединка завершились с одинаковым счетом 3-0. То, что Оренбуржцы возьмут эту высоту, ни у кого сомнений не вызывало. Газовики и по классу сильнее, да и международного опыта у россиян побольше. После сверхудачного выезда в Германию, когда факел переиграл Сара Брюкин с сухим счетом 3-0, нашим теннисистам достаточно было взять на своей домашней арене лишь один сет. И эту задачу Сансонов и компания даже перевыполнили. Оренбуржцы провели встречу мощной и вдохновенной, результатом которой стали все те же 3-0. Итогом двухраундового противостояния стал выход факела «Газпрома» в полуфинал, ну а немцы покидают турнир. Сильный духом в Оренбурге прошел традиционный городской фестиваль «Конкурс боевых искусств» служил отечеством. Своих представителей на своеобразный смотр делегировали 7 федераций боевых искусств. Местом проведения стал многопрофильный центр дополнительного образования. В этом центре есть возможность дать детям заниматься тем, чем они хотят. Нравится им другим видом единоборства заниматься. Пожалуйста, мы эту услугу предоставляем. Городской фестиваль «Конкурс» ежегодно собирает не одну сотню юных спортсменов, их родителей, зрителей. Естественно, не обходится без поддержки. Ее оказывает депутат Оренбургского городского совета Сергей Строганов. Руководитель областной федерации боевого полного контактного каратэ Кио Кусинкай прекрасно понимает, для чего это нужно. Это очень знаковое такое мероприятие массового характера. Привлекается очень много молодежи. Мы здесь под этим мероприятием собираем практически все существующие, действующие федерации боевых искусств города Оренбурга. И это имеет очень большое такое социальное значение, потому что привлечение молодежи к здоровому образу жизни, именно вот к таким энергичным, активным занятиям, как восточное единоборство и вообще, в принципе, боевое искусство, в наше такое непростое время имеет очень большое значение, потому что под эгидой опытных тренеров, от родоначальников этих боевых искусств Оренбургской области и от их учеников воспитываются настоящие мужчины и потенциальные защитники отечества. И пока это все новости спорта. До встречи. Оренбургской библиотеки На этом все. Наш выпуск продолжит прогноз погоды. Хорошего вечера и до встречи. Стиль ведущей. Женский клуб. Пятый сезон. Компания «Промкомплект» предлагает Насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект». Монтажников 1. Телефон 75 15 85. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова